2 апреля в селе Виноградовка на площади перед Тельским Домом Культуры состоялась запланированная встреча жителей села с головой городского совета Сергеем Димитриевым. Услышим мнение каждого, каждый подойдет к микрофону, выскажет, какие проблемы есть, какие претензии. Выскажется, кричать не надо. Я понимаю, что эмоциональные все здесь, может где-то что-то и будет. Но спокойно, нормально, выслушаем каждого, у каждого будет свое мнение услышано. Потом я скажу свое мнение. У кого еще появятся какие-то вопросы, и так ответим на все вопросы, которые есть. Встреча откадывалась трижды из-за болезни Сергея Гавриловича. Теперь же он захотел услышать все вопросы и ответить на них. Перед зданием установили микрофоны, и все желающие смогли высказать свое мнение. Главной причиной возмущения виноградовцев стала новость решения Болградского горсовета выставить на земельные торги право на аренду земельных участков. Жители интересовал один вопрос, почему часть пастбищ, предназначенные для выпаса скота, уже распаханы? Кто имеет право ими пользоваться? И где местным выпасать свой скот? У меня на сегодняшний день поголовье составляет 55 голов овец, 45 ягнят. На сегодняшний день, так как у нас есть земли выпаса овец, выпаса скот, мы узнали, что эти земли хотят отдать в аренду. В связи с этим, если эти земли уйдут под аукцион или кому-то в карман, то мы останемся без куска хлеба. Это первая очередь. Вторая очередь, на сегодняшний день 300 человек, больше и меньше, останутся без работы. На сегодняшний день около 100 коров дуются в нашем селе. Дискуссия длилась более трех часов. Порой эмоции перерастали в бурные и не всегда корректные высказывания. Вопрос выпаса скота очень важен для сельчан, ведь от этого зависит благосостояние их семей. В том, что часть пастбищ распахана, владельцы частных отар обвинили местное сельхозпредприятие Колос, руководителем которому является Георгий Кочмар. Однако, в противовес этому мнению была высказана и другая точка зрения, что сельхозпредприятие является крупнейшим плательщиком налогов и спонсором многих важных для села мероприятий. Отвечая на волнующий вопрос виноградовцев, Сергей Дмитриев отметил, что земля однозначно пройдет через процедуру аукциона, потому что это требование закона. Принимается решение на совете, не городским головой, а на совете. У вас было ваше обращение коллективное в совет, будет приниматься решение на совете. По словам городского головы, в течение месяца будет создана комиссия по инвентаризации, в состав которой войдут и представители виноградовки. А потом уже будет принято решение на сессии городского совета о начале процедуры. Городская голова обещала, что все пройдет передельно открыто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова